здравствуйте дорогие друзья вы находитесь на канале как у тебя лайф меня зовут екатерина мне 45 лет и на своем канале я рассказываю про скорику о том что связано и делюсь с вами своей истории прошу прощения жвачку мятную так как поташнивает все время мутит чуть-чуть вот это жвачка либо какие-то леденцы понятно что думая так и делаю думаю какую-то минеральную водичку им какие-то там орешки и так далее сухарики чтобы снять но на улице не будет же есть грубо говоря какую-то пищу поэтому вот так вот спасаюсь так что прошу прощения вчера весь день провалялась с давлением ну как провалялась тоже ходила конечно промучилась просто огромная головная боль я думаю что это следствие того что я перенервничала с этим узи плюс тот день когда у меня было узи я рано встала на анализы это было 20 апреля как раз уже с утра проснулась не выспалась и мало того что мы вечером еще сильно поругались с мужем просто из-за ничего началось каких-то там имен и пошло-поехало ну как он хочет назвать я и просто зацепились пошло-поехало я уже разошлась хотя он не говорил остановиться мне не становится в итоге на следующий день у меня вернее даже ночью же сильная головная боль затылки глаза не поднять в общем я мучилась у меня давление не было препаратов до пингита я принимала там ножку даже по простому вычисло что можно но это меня мало чем спасала и вечером я же пошла в аптеку померила давление у меня дома нет аппарата только у мамы маме тоже хожу там было 130 мне казалось что все там не знаю и купил этот пингит приняла одну таблеточку и мне полегчало просто всем такой было немножко еще с утра остаточное мнение чуть-чуть до затылки вы потом прошло и давление было это уже у мамы мерила 119 они нижние не всегда высокая поэтому я вы не называю там и на 70 вчера будет нормально на 78 сегодня было 118 это высоковато но для меня это нормально поэтому вот так вот сама себя как бы довела вот и мужу сказал все больше не ругаемся по какому поводу потому что вот так вот мучиться потом целый день когда еще тем более нет препаратов не знаю с чем это все снять и горячее пила с лимоном и душ горячее на голову лила и так далее все бестолку помог только допингит вот так что такие дела сейчас видите я иду опять куда-то иду я на работу мне попросили посидеть два часа просто посидеть за камерами посидеть за торговым залом девочка моя сменщица и срочно надо отойти до часа без всякой выкладки и всего сейчас пятница вечер тоже очень много народу на улице все уже закончили работать время 7 час и куча народу кучу машин многие едут на дачу потому что впереди пасха плюс очень хорошая погода вот так что вот так я согласилась и выручить потому что они так и не нашли пока человека на мое место и крутится там за счет того персонала который есть сейчас вот так что вот такие дела маме и дочке я уже сказала не засняла это на камеру никак было не в тему абсолютно это было вчера вот если я хотела потом снять что как бану и именно кто станет думать по этому поводу чтобы посмотрели на самом деле сейчас мама договорились что пойдем вместе ей надо было петр электросбит но у меня дочка ушла и забыла ключи поэтому у нас эта операция сорвалась вот что хотела ее вам поснимать так бы мы шли вместе разговаривали бы я бы снимала но вот так такие дела вот как-то мне все не плеется с этим в общем-то новостей больше нету а я скашала очень удобное приложение для беременности по беременности могу ссылочку оставить в описании это не реклама ничего мне девчонки посоветовали таких приложений много но прикольно действительно там смотреть там показывает он от нужно посмотреть его 3d можно посмотреть размер с вами каким-то фруктом посмотреть какие органы формируются также можно забить как ежедневник визиты врачей врачами туда тоже все это забила еще куча полезных советов всяких статьи насчет витаминов потом забиваешь да все свои даты данные там прям сидится каждый день сколько тебе осталось зародок вот и в общем конечно это прикольно сейчас я тоже показывала мужу это приложение и он даже заинтересовался заинтересовался как прикольно ну вот так что такие дела девчонки хочу еще сказать огромное спасибо тем кто передает мне лекарства я буквально завтра послезавтра выпущу видео с теми остатками которые у меня есть у меня и они больше не понадобятся чтобы ну прям перечислю что осталось чтобы передать его нуждающимся кто сейчас скопает протокол кто сейчас протоколе вот сейчас просто не не смогу говорить потому что возможно еще буду там забирать сегодня они лекарства нельзя получится не получится и там часть нужны мне самой часть как бы не нужны я буду отдавать вот я вам прямо назову количество назову сроки и я думаю что найдутся желающие потому что часть лекарства продажи нет вот допустим таких как децинон крылья останавливающие ампулы сейчас написали да и больше ну вот в общем то так все спокойно пока вот самочувствие конечно не актив вот так иду через силу так скажу но у меня еще кажется не сильный токсикоз абсолютно не слабый токсикоз или посмотрела видео женщины не то что канал небольшой и она там просто лежит умирает на медом 7 недель она просто это с ней тревог от любых запахов она не может из комнаты выйти не встречи беременность по-моему она сурмавая так поняла что в этот раз молодая но мой смотриц не знаю поведут при судьбах и она там просто умирает просто от любых запахов вот ничего не спасает ни минералка нет хатитол и она говорит что не будет вот так вот ровно до 12 недель то есть ей мучиться вот даже до 13 два месяца мучить еще так два месяца такая что кошмар просто начать ничего не может есть если есть то сразу все выходит я считаю что уже надо на капельницы делать какие-то в больнице накатиться то что так мучиться это конечно кошмар вот но она говорит что знала на что шла но все равно это очень очень тяжело я поняла что у меня очень слабые симптомы вот хотя и жалуюсь да вот надеюсь они скоро пройдут у меня уже завтра десять недель вот буквально мне там две недельки две с половиной она осталась помучаться до потерпеть даже не пушится помучиться потерпеть и все это надеюсь уйдет ну так как у меня было первое беременность все потом уходит постепенно уходит и все фу-фу-фу больше не возвращается там уже второй триместр конечно получше ну а в третьем уже там свои проблемы начинаются так что так дорогие друзья ну я на этом видео закончу сейчас я ставлю такие короткие нарезки сюда покажу вам какие у нас буквально вот тут на расстоянии от меня 200 300 метров парка победы красивый комп красивый комплекс фонтанов запущен также оставлю такую то что мне готовит муж так скажем готовит чтобы как-то мне облегчить симптомы до вечером и такого поживала дома и мне станет стало легче может быть вы тоже это возьмете на заметку так что всех была рада видеть мои дорогие друзья кто еще не подписан смотрит мой канал без подписки пожалуйста подписывайтесь ставьте лайки чтобы не пропустить новое видео пишите свои комментарии и все пока пока до новых встреч дорогие друзья смотрите какая у нас начался сезон фонтанов висели фонтан это территориально метро партпобеды напротив около российской национальной библиотеки вот такая комфорта такой ансамбль сезон фонтанов конечно особенно хорошо летом в жару когда все это прокладывается освежает здесь получается показывает очень много народу ну и сейчас смотрите не видно даже камерой не охватить дорогие друзья хочу показать вам что приготовил мне муж и это мне очень кстати помогает от токсикоза понемножку ем совсем понемножку это тертый кокосовый орех натуральный вчера мы купили вот такие кокосы 6 штук смотрите чтобы его открыть тут как бы есть три такие дырочки получается основание одна из них мягкая ножичком находите мягкую дырочку проделывайте сливаете сок сок статья тоже пила он замечательный сладкий такой на вкус и дальше вы как тыльной стороной ножа начинаете бить по вот этому ореху кокосовому и значит вот эта кожура толстая она лопается и потом потихонечку бьете бьете как яйцо отколупываете и получается уже такая внутренняя кожа коричневая ну мы прям с кожи потёрли она мягенькая такая и в принципе можно как бы резать более крупными кусочками грызть так скажем а можно вот так натереть я просто кокос очень очень сильно люблю во всех проявлениях конфетах мороженое баунти люблю а тут он как бы без сахара натуральный и вот подойдешь чуть-чуть возьмешь пожуешь вроде как бы не тошно в общем девчонки кто любит кокос всем рекомендую в общем в общем